всем привет добро пожаловать на мой канал я рада что вы нашли время и заклинули ко мне в гости я надеюсь что у вас все хорошо и с каждым днем все лучше и лучше у нас сегодня мотивация а точнее болтевация я буду наводить порядок в шкафчиков в ванной и отвечать на накопившиеся вопросы а еще по ходу комментировать некоторые действия я буду освобождать шкафчики от принадлежностей протирать их и возвращать все по своим местам двигаться буду сверху вниз а моими помощниками в уборке будут влажные и сухие салфетки и тряпочка из микрофибры мне пришлось немного изменить формат своих роликов потому что мой любимый youtube забанил сразу пять роликов в которых я использовала музыку свободную без авторских прав они повисели некоторое время набрали просмотры и потом на музыку в них наложили права в общем весело и я приняла решение монтировать видео без музыки сохраняя по максимуму оригинальный звук и накладывать закадровую озвучку тем более есть о чем поговорить накопилось большое количество вопросов и я буду стараться отвечать на них и во влогах и в мотивациях так что мои дорогие ответами на ваши вопросы я заменяю музыкальный фон спасибо за активность и поддержку моему каналу ваши лайки и комментарии продвигают и видео и канал в целом я закончила работу с верхним шкафчиком и буду переходить уже ниже буду убираться в нижних ящичках выдвижных и отвечу на первый вопрос здравствуйте ругия скажите пожалуйста есть ли национальности которым вы негативно относитесь или все-таки это не имеет большого значения и главное сам человек я не делю людей по национальному признаку не имею привычки интересоваться национальной принадлежностью человека более того меня злит когда мне задают вопрос кто я по национальности я себя ощущаю детям мира во мне намешана ни одна кровь чему я очень рада когда я общаюсь с человеком делаю ставку на его взгляд и улыбку на то легко мне с ним общаться или нет больше меня ничего не интересует поля и луга могут быть богаты и красивыми цветами и сорняками в каждой национальности есть люди достойно возвышающий свой народ и есть те кто складывает увы не лучшее представление о нации когда я протирала этот шкафчик я залезла в глубокую часть которыми там внутри и поранила руку сначала я этого не заметила а потом когда уже разбирала корзинку увидела что что то красное не поняла сразу что это крови я думаю может я чем-то вымазалась попыталась протереть даже вот этой самой тряпкой представляете но потом я вникла в то что я оказывается порезалась стала обрабатывать перекисью вот именно для этих случаев у меня в ванной обязательно лежит и перекись и йод вот сейчас этот вот момент злосчастный ну я как-то даже показывала что у меня у меня и на кухне лежит обязательно перекись вот такая вот баночка флакончик и в ванной потому что я постоянно я либо ножом либо вот казалось бы в ванной но как ты могла порезаться а нет там есть такая планочка вот под раковиной это я уже это себя как бы привела в чувство вот под раковиной планочка я в нее рукой задела и порезалась когда надевали перчатки ну потому что раз я уже наклеила пластырь это естественно лучше конечно работать в перчатках. Потом подумала, давай-ка намажем руки кремом. Как раз поработает крем, поработаем мы. Крем на наши руки, а мы на чистоту. Следующий вопрос от зрительницы из Сибири. Она же является членом группы в телеграм-канале. Она пишет, что хотела задать вопрос в чате группы, но решила сделать мне контент на канале. Спасибо большое за активность. Вопрос такой. Ругия, как приходят идеи готовки блюд? Это рецепты из интернета, какие-то свои домашние блюда или просто организм сам подсказывает, что он хочет? Ну, скажем так, когда пришло мое время встать у плиты, то интернета еще не было. И в новую жизнь я вступила с тем багажом рецептов, которые вынесла из семейного института, из родительского института. Был определенный опыт знаний и умений активно использовать рецепты из интернета я стала лет 10-12 назад. Но любое блюдо, подсмотренное в соцсетях, я подстраиваю под свои вкусовые предпочтения. Плюс, к тому же, интернет помогает мне перейти на правильное питание, которое сейчас для меня очень актуально. Моя пища стала очень простой и незамысловатой. Недавно одна моя подписчица написала мне, что ей нравится, что я не делаю из еды культа. Это осознание на самом деле пришло ко мне сейчас. Мой мозг и желудок сумели договориться, и сейчас я четко понимаю, что не я для еды, а еда для меня. Если вдруг я захочу каких-то финтиплюшек в еде, то начинаю сдабривать свои блюда новыми сочетаниями продуктов, подходящих к моему организму. Больше прислушиваюсь к своему организму. По ходу уборки я вам демонстрирую то, что у меня хранится в корзинках, которые я держу в шкафчиках моей додыры, в ящичках. И до этого я вам показала, вот у меня там вот он лежит, я его убрала в сторону, такая синяя пачка, в ней есть палочки тоже синего цвета. Я заказывала это в интернет-магазине, на которые я наткнулась в инстаграм. Это палочки для сливных труб, якобы предотвращающие запах и профилактика засоров. Пользовалась ими, но, честно говоря, они очень плохо растворяются, они плохо проходят в трап, я с ними замучилась. Возможно, что они работают, не буду утверждать обратное, по-моему, от запаха действительно спасают. Но вот что касается засоров, не знаю, не могу сказать. Вот сейчас я достаю из шкафа нижнего все принадлежности и придерживаю дверцу, потому что она у меня держится на одной петле, короче, на соплях. А мастера вызвать, это значит, нужно, чтобы объем работы был большой. На такой маленький объем работы, но никакой мастер не придет. А не только тут, как тут, вы видите, да, наше общение. У меня на очереди следующий вопрос. Спрашивали, как я решила стать блогером и начала снимать, что подтолкнуло и мотивировало. Ответ будет достаточно коротким, потому что я, на самом деле, уже на этот вопрос, по-моему, раза два отвечала, но, скорее всего, это кто-то из моих новых подписчиков. На карантине, в период пандемии, когда нас посадили под домашний арест, я думаю, что это так можно назвать, чтобы не свихнуться, сидя в четырех стенах, я чисто случайно сняла двухминутный ролик и выложила на первый канал. И все, пошло-поехало. Понравилось, втянулось. Я так смотрю, по времени я успеваю ответить еще на один вопрос. Скорее всего, он уже будет последним. Заключается он в следующем. Сколько стоит стрижка собаки и зависит ли цена от породы? Ну, вы знаете, вот, откровенно говоря, на вопрос, зависит ли цена стрижки от породы, не могу сказать, потому что не интересовалась этим вопросом. Но, может быть, у своего грумира спрошу и дам вам такую информацию. Но вот для Никольки полная стрижка и мытье стоит 50 монат. Вот если переводить на доллары, а вы уже переведете в свою валюту, то на сегодняшний день в долларах это делает 29 монат 41 цент. Это вот в том салоне, в котором я ее стригу. Вот я прям дождалась вот этих вот сладостных звуков. Обожаю, когда сантехника, она натерта вот до такого, знаете, блеска и до таких звуков, которые знаменуют о том, что наконец наступила чистота. Люблю это состояние. Вот, я рада, что мне удалось в этом ролике ответить на вопросы, а то они накапливаются. В комментариях развернуто не ответишь, а для балтивации вот самое оно. Поэтому хочу сказать большое спасибо всем моим активистам, которые пишут комментарии, задают вопросы и ставят лайки. У меня собрался еще пакет вопросов, относящихся к строительству дома. Но для ответа на них я, скорее всего, проведу стрим. Наверное, возможно. И еще кое-что. На самом деле, когда я снимала этот ролик, я его смонтировала и просто просмотрела без озвучки, чтобы знать, что я могу уместить в закадровой озвучке, какие моменты я могу здесь затронуть, вопросы, ответы на вопросы или еще что-то. Я, когда просматривала, я поняла, что на самом деле у меня здесь присутствуют такие АСМР-звуки. А так как на самом деле во мне давно сидит вот эта мысль, а не открыть ли мне АСМР-канал, что я сделала? Я сейчас вам признаюсь в том, что на самом деле у меня был один канал. Я его открывала давно-давно-давно. Он был у меня ученический для школы. Но так как я уже там не работаю, естественно, я там все поудаляла, изменила название канала. Он у меня теперь АСМР. И выложила туда этот же самый ролик, но только без всякой озвучки. С натуральными оригинальными звуками. И у меня там теперь есть первое видео на АСМР-канале. Я хочу просто попробовать себя в этом жанре, потому что АСМР мне на самом деле очень нравится. Ну вот посмотрим, как пойдет, не пойдет. Если что-то у меня там продвинется, сдвинется с места, то я с вами обязательно этим поделюсь. Что девочка моя любимая? Так как я планирую на стриме отвечать вопросы, связанные со строительством дома, я, наверное, все-таки в сообществе выпущу пост. И под этим постом попрошу вас задавать вопросы. То есть я изначально подготовлю материал, соответствующий вашим интересам, вашим запросам. Ну а потом уже мы, если нам удастся встретиться в онлайн-режиме, то мы с вами пообщаемся. Потому что у вас во время прямого эфира может возникнуть, конечно, еще масса вопросов. Но я надеюсь, что в ближайшее время мы с вами встретимся. Моя уборка подходит к концу. Я сегодня работала локально, только вот в ванной комнате. И то, знаете, ну до чего дошли руки и что мне хотелось сделать. Вот захотелось убраться в шкафчиках, протереть стиральную машинку, немножечко поработать вот с душевой кабиной. И все, и то только с внешней стороны. Честно говоря, не заставляла себя что-то делать. Как оно шло, так я и работала. А вам хочу сказать огромное спасибо, что вы эти 13 с лишним минут были со мной. Что вы поддержали мой канал лайками. И, наверное, сейчас уже общаетесь со мной в комментарии. Я прошу прощения, не всегда у меня бывает возможность сразу ответить. Наверное, вы замечаете, что я могу даже через день ответить на ваши комментарии или хотя бы просто пролайкать. Ну, вот так сейчас у меня и беготня, и плюс своя работа. Я загружена. И хочется в роликах тоже. Знаете, не хочу оставлять свой канал без роликов. Иногда приходится мне делать перерыв. А это мне тоже не очень нравится. Но я буду стараться не запускать это дело ни в коем случае. И что хочу пожелать вам крепкого здоровья, всех благ, мира вашему дому. С вами была ваша подруга из Бакум. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok